Предприятие, производящее тысячи самолетных двигателей в год, отправляет людей и технологии в Китай. США и Россия вне себя от ревности, Сина, Китай. Сина.Чон, Китай. 2 декабря 2019 года. Недавно СМИ сообщили, что компания Моторсич может выпускать тысячи самолетных двигателей в год. Ранее предприятие столкнулось с трудностями из-за того, что и США, и Россия стали играть на понижение. Двигатели Моторсич покупал только Китай, без его заказов десятки тысяч научных и технических сотрудников остались бы без работы. В самый важный момент Китай протянул руку помощи, инвестировав в предприятие огромные средства, и помог ему пережить непростые времена. Теперь же Моторсич проявляет свою благодарность на деле, предоставляя Китаю людей и технологии, а США и Россия испытывают ревность. Еще в прошлом веке соперничество между США и СССР происходило главным образом в сфере военных технологий, а для этого требовалось задействовать весь промышленный комплекс. После окончания Второй мировой войны СССР завершил процесс строительства тяжелой промышленности и начал переносить промышленные объекты на территорию Украины, так как этот регион был плотно населен и обладал хорошей инфраструктурой. Одним словом, идеально подходил для развития советской военной промышленности. Именно по этой причине на территории Украины было сосредоточено производство всей советской техники, включая большие надводные корабли, атомные подводные лодки, крупные транспортные самолеты и ракеты. Сейчас на Украине до сих пор расположены некоторые предприятия советской военной промышленности. Компания Моторсич в основном занимается производством газотурбинных двигателей для коммерческой авиации. Запад монополизировал рынок гражданской авиации и технологии, связанные с производством самолетных двигателей, и теперь в мире осталось лишь несколько стран, обладающих возможностями для независимых исследований, разработок и производства газотурбинных двигателей. Уровень развития такого высокопрофессионального производства говорит о способностях страны вести проектно-конструкторские работы по созданию истребителей. Полагаясь на импорт западных технологий, приходится тратить большие средства и сталкиваться с всевозможными рисками. Спрос на крупногабаритные самолеты всегда был высок, и Запад практически полностью монополизировал сферу их разработки и создания. Экономическая глобализация создала возможности для распространения технологий и производства данной высокотехнологичной продукции. Страны, приложившие немало сил для развития военной промышленности в начале 21 века, разработали передовые авиационные двигатели и высокотехнологичные истребители, успешно поставили на серийное производство реактивные истребители нового поколения и транспортные самолеты, благодаря чему вышли на уровень мировых авиационных держав. На рынке гражданской авиации все еще наблюдается нехватка технологий, связанных с самолетными двигателями большой тяги. У предприятия «Мотор Сич» есть чему поучиться в технологическом плане. Дальнейшее укрепление сотрудничества с авиационными предприятиями Украины, воспитание собственных кадров в сфере производства авиационного оборудования будет способствовать развитию авиационной промышленности в любой стране. Раньше Украина была важным стратегическим пунктом и сильной страной, но после распада СССР ее международное положение значительно ухудшилось, экономическое развитие приблизилось к состоянию застоя. Страна оказалась зажата между противостоящими друг другу Западом и Россией. Все это затруднило для Украины использование своей отличной авиационной промышленности, которая понесла немало ущерба. Однако сотрудничество с определенными странами способно улучшить ситуацию. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.